Всем привет! Это новости Турции. Тем, кто впервые открыл подобное видео на YouTube, я вкратце вам объясню, что в подобных видео я рассказываю о новостях текущей недели, что происходило в Турции, о чем говорили в телевизоре, в твиттере, что обсуждается. Но самое главное, это мнение настоящих жителей страны, но на новости внутри страны и на новости вовне, да, в мире, что происходит на геополитику. Так что давайте приступим. Итак, за прошедшую уже чуть больше недели в Стамбуле было наводнение, о котором говорили даже в заграничных различных СМИ, в том числе в России в новостях я тоже об этом видела и слышала, и даже мне звонили знакомые из Санкт-Петербурга, которые тоже у себя в питерских новостях видели сюжеты о наводнении. Наводнение происходило по всему городу, очень сильная гроза ночью была, просто у нас третий день Байрама, как только праздники начались, у нас был Курган Байрама, мусульман, об этом чуть попозже. Наводнение, это было реальное наводнение, и в районе Сен-Юрт, там это даже назвали сель официально, пострадали, конечно, люди, никто вроде бы не умер, но пострадали, ну, по крайней мере, я в соседнем районе живу с этим районом, Бахчишхир мой район, и у меня до сих пор на парковке под домом еще 5 сантиметров воды, не просохшее время, уже практически 2 недели прошло с этого наводнения, представляете, потекли потоки грязи, очень много у нас низовых и минусовых этажей, то есть ноль и минус прям первый этаж, да, это подвальный, там и квартиры есть, это в недорогих домах, в дешевых каких-то, там квартиры самые дешевые, да, эконом такой вариант, и вы представляете, у тебя, по сути, на уровне окна это дорога уже, где люди ногами ходят, бывает еще даже ниже в старых прям зданиях, и, например, ты лег спать, это все ночью было, где-то в 2-3 часа ночи, и у тебя открыта форточка, ты спишь, вся вот эта вода селит поток, она, естественно, затапливает помещения, которые подвальные, в подвалах очень многих стояла вода, чтобы вы понимали поток воды, какой был, конечно, затопил всякие пешеходные переходы, вот эти тоннели дорожные и так далее, по пояс где-то по колену воды было, и просто сила именно потока, чтобы вы поняли, плавали в свободном плавании по городу, железные, алюминиевые, тяжеленные, которые обычно на колесиках, я не знаю, сколько они весят, на килограмм 50 точно, плавали вот эти мусорные баки, которые загружают, знаете, их поднимать еще мусоровоз на себя, прокидывая, да, мусор, то есть они огромные, там, там, полтора на два метра, они свободно плавали, как лодочки по городу, об этом, конечно, говорили во всем городе, про это наводнение, по всей стране это все обсуждалось, про природное явление далее, на курорте дачи, через неделю после этого такой курортный город, турецкий дача, ну, курортное место, там, где сторону Измира, лачты и так далее, там начались пожары, естественно, у нас, при потушении, вообще при пожарах этих, они длились несколько дней, они до сих пор тлеют, еще тухнут, потихоньку какие-то очаги маленькие есть, на тот момент, когда это все начиналось, пострадавших было 19 человек с ожогами, я вообще боюсь, предположу, еще нет пред, как сказать, информации о том, километраж пострадал животных, сколько каких животных, что же страдает, в общем, короче, опять же страна обсуждала эти пожары, их там пытались тушить и так далее, и так далее. Чувство, чего очень давно раньше не было, показатели экономические, как люди здесь в Турции живут, большинство турок остались в стране и не поехали на каникулы за пределы страны. Первое, это экономия средств. Второе, ну, такие времена, непонятно тоже к экономии, да, хватит ли денег, а что вообще дальше будет, мы, типа, придержим. Деньги есть поехать, но мы придержим или потратим не так много где-то, прижмемся, короче, типа, с зазором на будущее, вдруг деньги пригодятся, сейчас траты все ужимают потихоньку. У другой категории, среднее население, среднего класса, просто нет денег на отдых, даже внутри страны, они поехали по родственникам. Курбан-Байрам, это самый большой праздник, типа, а-ля такой в России, это Новый год, да, 10-12 дней отдыха у нас, каникулы на Новый год, но так не отдыхаем, один-два дня всего. И все стараются, главная задача первых двух дней Курбан-Байрама, это навестить своих родственников, близких, даже тех, кто, если где-то за границей, то есть, то есть, очень большой поток туристов, мы назовем их туристов, турок, которые возвращаются в Турцию, но они где-то за границей, живут они к родственникам, к семье, потому что, обычно, там несколько человек уезжают, да, свою семейку там организовывают, а самый костяк родственников остается в Турции, они возвращаются родственников навестить. Или, например, вот у моих родственников так было, но мы не поехали, был сбор родственников в Германии, например, да, и все турки нашей семьи, кто хотел, кто мог, например, или кого время позволять, все вылетали в Германию, собирались там в доме у одной тети, короче говоря, то есть, ну, как бы это согласовано у нас, да, там было. Кто-то поехал, кто-то не, кто-то смог, у кого-то там все равно. Но нерабочие дни у нас были где-то примерно на 5-6 дней, праздники начались с пятницы, и до следующей пятницы практически включительно вообще ничего не работало, только супермаркеты, продукты, там, торговые центры, там, что-то покупать, там, все это надо, да, коммунальные услуги какие-то. Тогда и было это наводнение и пожары. А с четверга, с пятницы, следующей недели началось уже карго, доставка, какой-то частный бизнес открывается. Ну, короче, стабильная неделя, просто было отпусков. Все разъезжались внутри страны, и у нас, представляете, многие не уехали сами турки, и много туристов приехало, и турков вернулось. Это жесть. Я даже не пожалела о том, что слишком далеко не уехала куда-то, потому что даже там, на местных каких-то недалеких курортах, типа в сторону Греции, это просто нет ничего свободного, ни отелей, ни ресторанов, ни припарковаться, это жесть. Все, очень много людей было, и в этот же момент новая новость у нас. Она во всем мире сейчас начинается обратно к этой новости возвращаться. В пять раз скаканул уровень заражения ковидом в Турции. Все сразу, есть сразу напуганные люди, которые до сих пор боятся, они начали уже одевать маски. ВОЗ рекомендовал ношение масок, но не обязал обязательно, да, но внутри страны нашей, по ПЦРам, по всему, у нас ничего на данный момент, когда я снимаю видео, не изменилось по правилам и законам здесь на эту тему. Заставлять никто никого не заставляет одевать маски, только индивидуально люди, если они считают нужным, хотят, они это делают. И такие есть люди, которые вот по привычке выдрессировались за эти годы, простите за такое слово, но это мои личные отношения, да. И они сразу же, как только услышали, они еще до сих пор в страхе, они надели маски, все так далее. Но плюсик какой? Того, что более легкая форма этого, да, потому что уже коллективный иммунитет больше выработался, это более гриппозная такая история, легче проходит. Летальные исходы тоже есть в Турции, их там порядка 40-50, но это больше люди старшего поколения. Плюс у нас еще жара, не забываем об этом, давление, вся вот эта история, климат, еще сейчас лето, жара, еще и вот как бы гриппозный такой ковид идет этот у людей, то есть хронические заболевания, либо какие-то предрасположенности, поэтому смертность. Все так, знаете, по поводу людьского настроения насчет короны, лично мое мнение, я не считаю, что в ближайшую пару-тройку месяцев, или потом еще позже, нас заставят носить маски, ведут какие-то опять тесты, хэскоды и так далее. Вот это вот все. Почему? Потому что люди и так в напряженке, и тем более вообще, я уверен, нас не будут не закрывать никакие карантины, не закрывать бизнес, ничего, этих запретов не будет, потому что с ним, простите, жрать нечего будет. Так все экономика в упадке просто. У нас так же, как у всех, в принципе, у нас сравнялся доллар и евро, а корона, она так сбоку. И поверьте, мне кажется, если тут только будет массовая, огромная смертность от короны, может, тогда что-то какое-то, кто-то попытается выдвинуть предложение из управления страной, да, типа, а может, типа, карантин или маски. Поверьте, люди сейчас в таком напряжении, я бы говорила, воздух настолько напряжен, что любой запрет, связанный впоследствии с экономикой, зарплатой, с деньгами, типа, не ходи на работу, сиди дома, выживай как хочешь, это взрыв будет на пределе. Поэтому с этим здесь рисковать точно не будут, плюс еще туристический сезон идет, надо дать ательерам заработать хоть что-то, хоть как-то, потому что они, вон, вообще, простите, вот это проседание экономическое в несколько лет, ну, короче, здесь не до короны вообще эта история, так что не бойтесь, или кто-то там про заражение тоже, типа, это опасно. Значит, знаете, блин, сейчас везде вообще-то опасно, и как мы с подружкой на днях об этом говорили, что корона с последними, там, четырьмя месяцами, что происходит в мире, корона не такая уж и страшная история, поверьте. И приглашаю на мой новый марафон, который начнется 20 июля. Это будет 4 прямых эфира, 4 недели подряд мы будем с вами встречаться по средам в 19.00 по московскому времени в закрытом аккаунте в Инстаграм. Спасибо особенно тем, кто проходит все мои марафоны, мне очень приятно, вашего постоянства, жду вас снова. Темы, которые я хочу затронуть в этом марафоне, я хочу больше времени уделить разбору ваших любых ситуаций, не конкретно по тематике. Вы можете задавать любые вопросы, которые вас интересуют, и, по сути, за стоимость недорогой консультации психолога-часовой вы получаете 4 консультации, 4 прямых эфира, и еще и группы чат-общения с единомышленниками, которые тоже заинтересованы в решении своих проблем. Доступ к этим эфирам у вас всегда остается в вашем аккаунте навсегда. Вернуться к просматриванию, обновить информацию, что для себя новое узнать, пересмотрев это все, или когда у вас настанет время. Вы можете просто сейчас это оплатить, а поучаствовать, посмотреть эти видео, воспользоваться информацией гораздо позже. Так как я хочу сфокусироваться на индивидуальных ваших историях, запросах, вопросах ко мне, чтобы мы группой все это обсуждали, я консультировала вас, но немножко общей информации, какой-то темы, лейтмотивы этого эфира всегда будет. Это обязательно тема личных границ. Я ничего не должен для других. Как начать людям отказывать, при этом не чувствовать вину за собой. Помощь и спасение. А я должен жить для себя в свое удовольствие. И как при этом еще без ущерба для себя помогать другим людям, но не спасать их. Что такое полюбить себя? Все об этом говорят, но никто не говорит, что конкретно для этого нужно делать. И мы с вами разберем конкретные действия. Ну и последний эфир у нас, конечно же, будет о теме родительско-детских отношений родителей и дети. То есть о ваших взаимоотношениях с вашими родителями или с вашими детьми. Если вы решили все-таки, заинтересовались поучаствовать в марафоне, хотите отвлечься от того, что вокруг вас происходит, все очень просто. Стоимость марафона, участие в нем 2000 рублей. Для тех, кто живет за границей, это 35 евро. Напишите мне на почту, которая указана в инфобоксе под видео. Хочу в марафон. И я вам вышлю список вариантов оплаты марафона. Хочу напомнить, что стартуем мы 20 июля в 19.00. Это среда. Всех вас жду. Давайте соберем классную большую компанию. Проведем прекрасное время. Заодно разберемся со своими проблемами и научимся жить по-другому. И последняя интересная новость. Я прям цитату хочу вам зачитать. И поразмышляли, чтобы вы, и все как бы здесь тоже люди, так это цитата. У некоторых людей засело, это обсуждалось в Твиттере. Я сейчас даже зачитаю. Министр финансов Турции Норетин Набати выдал такое. Мы видим позитивное отражение шагов, предпринятых нами в рамках модели турецкой экономики. То есть вот это вот переходим импортозамещение наше с ноября месяца, которое все просто не знают, как выживать. Цитата. Уровень занятости в мае составил 47,8% и достиг самого высокого уровня за всю историю после 2005 года, заявил министр. То есть мы такие молодцы, мы так сделали вам стрёмно, жить тяжело, выживают очень многие, что побежали на работу. Уровень занятости населения стал гораздо выше, целых 47,8%. Сама вот эта формулировка, мы такие молодцы, что мы заставили вас заняться работой, да, что очень... Да, я не спорю, в Турции очень большой, знаете, сами из-за культуры и воспитания очень... Немногие женщины работают, 50% населения женского работает и так далее. То есть мы просто были люди более вынуждены пойти на работу, их занятость увеличилась, потому что, блин, им нечего есть, у них нет другого выхода. Они живут, это говорит о том, что они живут теперь не так хорошо, как раньше, а не потому что, хм, я такой сидела и подумала, почему бы мне не пойти на работу? Хм, раньше же я этого не делала, пожалуй, заработаю денег. Мне же так классно живется, я же не знаю, чем еще больше заняться. И министр такой, мы это благодаря нам, мы так вам стиски вас взяли, которые экономически вас нагнули, что вам пришлось эти работы. Почему сирийская история здесь сейчас так актуальна, тема беженцев, да, и почему люди очень стали негативно относиться к беженцам, или вообще вот эта тема, скажем так, вылезла? Она была такая скрыта, мы понимаем, по-моему, что ультурки очень вличные люди, да, и то, что им принято быть с улыбкой, не говорить то, что ты думаешь на самом деле, это часть их культуры и воспитания, их-то принято. Некрасиво говорить напрямую, чуть ей не нравится. И вот эта история с сирийскими беженцами, которые 100 лет длится, она довольно-таки внутри сидела, об этом было не принято открыто говорить, но благодаря СМИ и всем прочим, чтобы разыграть эту карту политическую, заработать очки по решению этого конфликта, этот конфликт вытащили наизнанку. Вот буквально реально с прошлой осени эта история началась. До этого все помалкивали, и вообще вопрос сирийских, скажем так, беженцев, которые у нас забирают здесь работу, рабочие места, бизнес и все прочие, деньги, экономика, не поднимался, об этом вообще все молчали, если кому-то даже это не нравится. Значит, поднимать в СМИ все-таки, да, да, кстати, мне это тоже не нравится, да, 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 кстати, вы абсолютно правы. И многие люди не замечают, они видят, что эта тема поднята специально, чтобы потом, я герой, я всех спас, я молодец, давайте, как и все, короче, для меня, за меня проголосуйте. И статистику выдали, что за эти годы, за пять вроде бы, или за шесть лет здесь уже в Сирии беженцы родили 700 тысяч граждан новых сирийских, как сказать правильно, да, детей, короче, они родили, 700 тысяч человек, 700 тысяч детей. И все такие, статистика-то какая, ой-ой-ой, нас тут скоро, короче, нас тут припинают будут. Короче, экономической теме, да, то, что стало хуже жить, и все-таки сразу с ноября месяца, ой, кстати, он тут сирийцы работы забирает, самим не хватает, да, вот это вот началось, это выстаскивание, мы с вами этой тема, развитие этой темы. Но пока что это только разговоры, да, чтобы проблема как-то решится. По факту действий конкретных пока что никаких не предпринято. Помните, два месяца назад говорили о том, что мы там будем что-то растерять, строить и так далее в Сирии им, чтобы они уезжали обратно, они такие, о, мы не поедем, нам тут неплохо, мы туда не хотим возвращаться, алло. Ничего не построили, никаких вообще разговоров, просто этой темы в разговорах даже нет. То есть мы приходим к выводу, покажет время, посмотрим, что будет. Я склоняюсь к той мысли, что эту тему вообще начнут скоро глушить потихоньку, опять замазывать, потому что ничего сделать реального, предпринять и заработать очки политические не получается. Это нереально. На данный момент вокруг проблем экономических гораздо больше. За это пока что еще не берутся, не цепляются, или просто не могут там в этой ситуации ничего сделать. Ну и последнее, что обсуждается сейчас, если мы берем вопросы к политике выборов, потому что это будет сейчас в ближайший год все обсуждаться, чем ближе к выборам, к следующему лету этого все будет больше. Разговор о том, что да, у демократов сейчас реально, если они объединятся, выдвинут адекватного представителя, ну, знаю так, молодого, перспективного, не старика какого-нибудь, да, за которого не пойдет молодежь и так далее, то есть реальный шанс, в честной, назовем так, да, давайте будем учитывать это условие, в честной борьбе победить на выборах президентских демократ может. Но решающие голоса остаются за поколением Z, они его здесь называют Z, то есть молодое поколение тех, кто только в первый раз идет голосовать, кому 18-25 максимум, или до 23 лет. Это поколение, либо кто еще в предыдущие годы еще ни разу на выборы не ходил и так далее, сейчас идет борьба политических партий, партии ведущих оппозиционеров за вот эти молодые поколения, за их голоса, потому что они хотят перспективы будущего развития, как и везде, не за стагнацию, устаревание и тому прочее. Очень важен процент религиозных, религиозной молодежи этого возраста, потому что они будут голосовать за ведущую скорее всего партию, за вот эти ценности, за исламизацию общества и так далее. В общем, посмотрим, что будет. То есть разговор сейчас направлен на политический взгляд, вот этот на молодое поколение, назовем так, это пропаганда с обоих со всех сторон, агитация, вот не пропаганда, а агитация. Выбери меня, выбери меня, это молодое поколение, сейчас активно за них назовем так взялись. Спасибо, что посмотрели, ставьте обязательно лайки видео, подписывайтесь на канал, распространяйте видео в соцсетях, пишите, пожалуйста, комментарии, они только помогают поднять рейтинг этим видео, каналу в том числе, чтобы пришли новые подписчики. Я напоминаю, что 20 числа, это среда, в 19.00 у нас будет первый эфир, начинается наш марафон, присоединяйтесь к нам, почта в инфобоксе, пишите мне на почту «хочу в марафон», я вам вышлю схему, как его можно оплатить, и мы с вами начинаем. Соберем приятную группу и просто за стоимость одной консультации психолога вы получаете целых 4 публичных консультации. Спасибо всем за внимание, жду ваших комментариев, всем пока.